Здравствуйте! В студии Виталий Поляков. Это премьера обновленной рубрики «Мы в сети». На нашем сайте afontova.ru не утихают дебаты по поводу возможного строительства под Красноярском завода марганцевых ферросплавов. Напомню, накануне мы рассказали о том, что бизнесмены вынуждены корректировать свои планы в связи с возможной опасной стройкой. Они опасаются, что спрос на недвижимость, прежде всего на коттедже, в районе завода упадет, и это приведет к большим убыткам. Однако посетители нашего сайта afontova.ru призывают уделить как можно больше внимания этому вопросу, привлечь как можно больше экспертов. А, допустим, Игорь пишет, что зрителям было бы очень интересно услышать комментарии экс-губернатора Хлопонина, который, собственно, и согласовал этот проект в 2007 году. И еще об экологии. Помните, в начале октября в Красноярске в воздухе стоял такой неприятный запах? Вот наша редакция получила письмо якобы из Росприроднадзора за подписью ответственного руководителя. Здесь сказано, что в ходе проверки установлено, что причиной выброса в атмосферу вредных веществ послужила авария техногенного характера, взрыв баллонов с газом, которая якобы произошла на полигоне Шинник, что в Черемушках. Затем Росприроднадзор заявил, что никакого отношения к этому письму он не имеет, что это абсолютная подделка. Непонятно, кому это сейчас нужно, но ясно, что до сих пор нет официальной причины этой ЧП, и это порождает всяческие подделки. А сейчас и приятно. Мы получаем много откликов, телефонных звонков, интернет-посланий о возрождении Афонтова. Легендарный канал сменил в эфире ОРТВ. Я предлагаю послушать наших телезрителей, что они об этом думают. Рада, что канал Афонтова опять будет в Красноярске. Очень рада, что такие прекрасные ребята, как команда ОРТВ, поднимают этот проект, возрождают его вновь. Вот честно скажу, на сердце прям очень радостно. Новое Афонтово должно ставить перед собой задачей завоевания максимальной доли рынка Красноярского окрая. И я уверен, все для этого есть у Афонтова-ОРТВ. Все для этого есть. Талантливые журналисты, прекрасное техническое обеспечение, история, архивы. А сейчас покажем самый популярный ролик, лидер просмотров в сентябре по запросу Красноярск. Вот это робот-попрошайка, его сконструировали красноярские школьники. Он подъезжает к человеку, просит копеечку и в благодарность кивает головой. И еще раз повторюсь, сконструировали его школьники гимназии, красноярские гимназии универс. Ну а самый популярный робот в интернете, вот этот, его разработала компания Boston Dynamics. Он может перевозить больше 160 килограммов веса. Вот таких много роликов в интернете подобных, где он и на камнях, и на льду. У него удивительная равновесие, смотрите, как он его держит. В общем, просмотров у подобных роликов больше двух миллионов. Я напоминаю, что у нас сменился адрес сайта, теперь мы на www.afontova.ru. Также вы нас найдете на страничках в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, в Одноклассниках. Мы не только в эфире, но и в сети. До встречи.